Всем привет, друзья! С вами канал Деньги в Интернете и сегодня мы поговорим о том, как можно заработать на сервисе Яндекс.Музыка. Приступим! Спонсор сегодняшнего выпуска – инвестиционная платформа Аврора Трейдинг. Проект дает возможность инвесторам участвовать в инвестиционных процессах и получать прибыль по 5% ежечасно. При помощи калькулятора на сайте вы можете посчитать потенциальную прибыль от депозита. Также здесь имеется выгодная трехуровневая партнерская программа, работая по которой можно зарабатывать, приглашая инвесторов. Больше информации об Аврора Трейдинг вы найдете по ссылке в описании. Яндекс.Музыка – это сервис, который позволяет прослушивать различные песни, музыку, слушать подборки, радио при помощи веб-версии или приложения. Также здесь имеется платная подписка. Заработать здесь можно разными методами, но я расскажу два самых простых и понятных. Один способ подойдет для исполнителей, второй для всех остальных. Причем второй можно разделить на заработок с вложениями и без них. Рассказываю про первый. На проекте Яндекс.Музыка могут публиковаться различные исполнители, но прямого заработка, например, от количества прослушиваний здесь нет. Зато есть такая вот штука. Пишем «Пожертвование Яндекс.Музыка» и открываем первую страничку. Появляется вот такая страница, на которой можем увидеть информацию про сбор средств. Добровольные денежные переводы от пользователей. Исполнители, представленные на Яндекс.Музыке, могут разместить на странице со своей музыкой кнопку «Поддержать» для сбора денег от пользователей сервиса. При этом доступ пользователей к контенту останется по-прежнему свободным. Деньги перечисляются исключительно на добровольной основе. Вот так это выглядит. Давайте попробуем ввести эту группу в поиск и посмотреть на самом деле, как это отображается. Называется «Несчастный случай». Переходим. Нажимаем «Поддержать». После чего перекидываем деньги и они поступают на счет исполнителя. Вот алгоритм работы. Убедитесь, что у вашего исполнителя есть стреки на Яндекс.Музыке. Откройте счет в Яндекс.Деньгах. Привяжите свой номер телефона к счету. Проведите идентификацию счета. Сообщите номер счета и название исполнителя. На Яндекс.Музыке по адресу partnersobakamusic.yandex.ru Письме обязательно представьтесь и укажите в свободной форме свою принадлежность к исполнителю. Например, участник группы, уполномоченный представитель исполнителя и так далее. А также приложите любые отсканированные документы, удостоверяющие вашу личность и связь с исполнителем. Думаю, вопросов возникнуть не должно. Все понятно. Например, вы записываете какой-то рэпчик, публикуете затем на Яндекс.Музыке, подключаете кнопку пожертвований и получаете копеечку от своих фанатов. Теперь переходим ко второму способу, как могут зарабатывать абсолютно все желающие. Существует такой сайт CPA Daily. Здесь доступен достаточно неплохой поиск офферов, то есть рекламных предложений. Можете по желанию отсортировать, используя географию, способы выплат, статус оффера, категории, тип трафика. Ну а чтобы найти, пишем текст следующий. Яндекс.Музыка. Или просто Яндекс. Давайте просто Яндекс напишем. Можете заметить большое количество офферов. Яндекс.Деньги, Яндекс.Касса, Яндекс.Дзен, Денежные Переводы и вот Яндекс.Музыка. За регистрацию 0 рублей и 270 рублей за подписку. Открываем, спускаемся еще ниже и видим Яндекс.Музыка для iOS. 0.35 долларов за установку и 550 рублей за подписку. Здесь мы можем заметить какие-то особенности по данному офферу и рекламные сети, где они представлены. Вот оплата за подписку по России 6 долларов 80 центов, партнерская программа Zorica Network. Подписка 5,3 доллара, 3,1. Здесь география Казахстан и Беларусь. Для iOS здесь вообще огромное количество предложений. Необходимо выбрать какой вариант работы вам подходит и перейти в соответствующую CPA сеть. Отмечу, что даже за пробную подписку платят 270 рублей. То есть человек переходит на Яндекс.Музыку, бесплатно оформляет подписку на сколько там 3 месяца примерно и вы получаете за это 270 рублей. Сейчас покажу вам алгоритм работы. Есть партнерка Advertis.ru. Переходим на нее, регистрируемся. Затем переходим в раздел офферы, все офферы. Ну и здесь тоже используем поиск, напишем Яндекс. Вот сразу отображается предложение рекламное. Яндекс.Музыка для iOS. Установка и вход 30 рублей. Пробная подписка 300 рублей. Это для пользователей iOS. Более подробная информация написана здесь. Исключены следующие типы трафика. Вот здесь они продублированы, какие можно. Подтверждение 75%. Нажимаем подключиться к офферу. Здесь пишем, каким образом будем рекламировать его. На каких площадках, на каких сайтах. Подтверждаем, что прочли соглашение. И нажимаем подключиться. Спустя некоторое время, обычно это происходит в течение часа, вам приходит одобрение по работе с данным оффером. В дальнейшем необходимо взять партнерскую ссылку. Давайте я покажу мои офферы, которые здесь уже подключены. Будет написано получить ссылку. Генерируем ее. И вот таким образом она будет выглядеть. Мы ее копируем. И теперь необходимо рекламировать. Здесь, как я говорил ранее, два способа. Бесплатный и платный. Платный способ это использование рекламных сетей. Переходите по ссылке в описании на наш сайт YouPartnerPro. Раздел партнерские программы. Рекламные сети. И здесь вот представлен каталог. Давайте для примера открою парочку рекламных сетей. VisitWeb и обливки. Здесь вы создаете кабинет рекламодателя и направляете трафик. То есть создаете рекламную кампанию. Закидываете деньги. И допустим по цене 2 рубля вы покупаете клик заинтересованного человека. Это может быть картинка с изображением музыки или исполнителя. Текст слушать такую-то песню в Яндекс.Музыке. Заинтересованный человек кликает. Устанавливает приложение. По желанию оформляет подписку. И вы на этом зарабатываете деньги. Advertis платит 300 рублей за пробную подписку. Следовательно, вы можете 300 рублей потратить на тестирование данной рекламной сети. Если уйдете в плюс, то расширяйтесь, масштабируйте. Используйте другие рекламные сети, рекламные материалы. И таким образом зарабатываете деньги. Выплачивают здесь без проблем. На WebMoney, Kiwi, PayPal, Rapido, MasterCard, Visa и банк. Вот такая рекламная сеть. 9 лет на рынке. Более 1 миллиарда показов в сутки. 8 форматов рекламы. Все просто. Регистрируетесь. Пополняете счет. Настраиваете рекламную кампанию. Кстати, я много раз рассказывал, как это делать. Если хотите более новый актуальный ролик, поддержите лайком и напишите соответственный комментарий. Это платный способ. Теперь переходим к бесплатному способу. Первым делом вам необходимо создать свой блог. Для этого можете использовать любую социальную сеть, проект Голос, лайв-журнал, платформу Югас и так далее. Давайте напишем запрос, что такое Яндекс.Музыка. Официальные сайты пропускаем и открываем другие. VoiceApp, VC.RU, RBC, Ведомости. Вот какие-то проекты. И теперь смотрим. Идет такая статья. Каждый из вас может без проблем такую написать. Можете просто сделать рерайтинг или копирайтинг. Тогда она будет каким-то образом ранжироваться в поиске. Для подбора ключевых фраз можно воспользоваться в Wordstat Яндекс.Ру или сервисом Mutagen. Вот этот запрос. Самый главный тайтл. По нему мы и зашли Яндекс.Музыка. Что это такое? А если человек напишет, как слушать Яндекс.Музыку, тоже эта статья появится. 6 588 просмотров. И можете заметить, что здесь такие кнопочки есть. Яндекс.Музыка.iOS, Яндекс.Музыка.Android. Нажимаем скачать и перенаправляемся на сайт. Как многие из вас уже поняли, заинтересованный человек перешел на эту статью, прочитал ее, ему понравилась Яндекс.Музыка, он захотел скачать. И как раз таки нажимает на эту кнопочку и переходит по нашей рекламной партнерской ссылке. Затем он скачивает приложение, нам капает 40 рублей, ему нравится приложение, он оформляет подписку и нам капает еще 300 рублей. В минусе мы не остаемся в любом случае, ведь статью мы написали сами, бесплатно, на бесплатном сервисе блогов или сайтов, получили трафик с поисковых систем или социальных сетей. Напишите статью, как пользоваться Яндекс.Музыкой бесплатно и расскажите, как оформить бесплатную подписку. Нашел вот такую статью. Если наведем на ссылочку Яндекс.Музыка, замечаем снизу rtb.lida.com. Это партнерская программа, которая работает по такому же принципу, как Advertis, продемонстрированная ранее. А на этом все. Модернизируйте эту схему заработка, можете подстраивать другие офферы, другие проекты и таким образом зарабатывать деньги. Если вам понравилось видео, отблагодарите лайком и поделитесь им с друзьями. А с вами был канал Деньги в Интернете. До новых встреч, дорогие друзья!